Всем привет! Сегодня я хотела бы рассказать вам о бьюти ошибках и не просто о том, что мы все не должны делать, а о том, что делала я, перестала делать и как мне удалось к этому прийти и что, собственно говоря, повлияло на мою кожу. Я также получаю от вас массу разных вопросов и я вижу, что на них нет ответов, поэтому мне захотелось собрать какой-то свой опыт в одно видео и, собственно, рассказать вам. Первое и самое главное это то, что я раньше не слушала свою кожу, то есть, когда я видела на лице какие-то шелушения, мне казалось, что значит мне не хватает скраба. Я покупала себе какой-то конкретный скраб с эффектом наждачки и насиловала свою кожу, а на самом деле она просто просила о том, чтобы ее хорошо увлажнили. Это вам как первый пример. Второе, что я когда-то сама себе сделала, я переусердствовала с кислотными средствами. То есть, я просто веду к тому, что во всем нужен какой-то баланс и вы должны внимательно следить за тем, как реагирует ваша кожа. Я так много и так часто пользовалась кислотными сыворотками с концентрацией 10% гликолиевой кислоты, что моя кожа пришла просто в шок. И она была настолько пересохшей, она была такой стянутой, обезвоженной, на ней вообще не было никакого защитного барьера. То есть, я недостаточно ее увлажняла. Я слишком часто использовала агрессивные для моей кожи средства. И все это привело к тому, что у меня начались высыпания. Я вообще не могла понять, как так. Все было прекрасно, как бы кислоты работали, а потом начался обратный эффект. И сначала я думала, что возможно моя кожа очищается. Такое тоже может быть. И потом до меня наконец-то дошло, что она просит, она молит меня о том, чтобы я ее увлажнила, чтобы я дала ей время восстановиться. И вот когда на вашем лице, на вашем теле происходит что-то нехорошее, мы сейчас говорим о негативных моментах, то постарайтесь найти причину, что спровоцировало какую-то негативную реакцию. То есть, в моем случае это было то, что я слишком много пользовалась кислотами, у меня появились прыщи. Я думаю, сейчас я еще раз пройдусь кислотами, они же должны мне помочь. Но всегда старайтесь найти какую-то меру и сделайте несколько шагов обратно, если вы прям наслаиваете свой уход и добавляете, добавляете, добавляете. И очередная ошибка это то, что я когда-то не анализировала составы. То есть, я вообще их игнорировала. Если вам все равно есть там силиконы, глицерин, кстати, по поводу глицерина, я как-то потом выскажусь, потому что в моем случае это скорее плюс, чем минус. Если вам все равно, насколько натуральный состав в каком-то средстве не на всех хорошо и одинаково полезно влияют натуральные ингредиенты, у кого-то бывает и аллергическая реакция, я сейчас не хочу углубляться в эту тему. Я говорю о том, что когда вы берете, к примеру, крем с активными компонентами и сыворотку с активными компонентами, это может быть разная комбинация. То есть, и умывалка тоже, что угодно. Бывает так зачастую, что активные компоненты нейтрализуют действия друг друга. То есть, вы как бы покупаете что-то, особенно обидно, когда вы берете дорогой крем, дорогую сыворотку, а они не работают. Почему? Потому что эти компоненты между собой несовместимы. И дай бог, чтобы они только нейтрализовали действия друг друга, потому что вот такое игнорирование активных компонентов может привести к ох, какой бурной реакции на вашем лице, теле, вообще на вас. И также существуют специальные сайты, на которых вы можете проверять составы. То есть, где будет разобран каждый компонент, и вы просто прочитаете, что это такое. И также обращайте внимание на последовательность ингредиентов в составе. Чем выше какой-то ингредиент, то есть, чаще всего это какая-то вода, там и так далее. То есть, его больше в составе. Едем дальше. Гидрофильное масло или гидрофильный бальзам вызывает высыпание. И это не совсем моя ошибка, это то, что я очень часто получаю от вас в директ, особенно в инстаграме. Оказывается, что большинство девушек не слышат о том, что гидрофильное масло, гидрофильный бальзам обязательно нужно смывать пенкой для умывания или каким-то гелем. Причем я выбираю те, которые не пенятся. Это уже все зависит от ваших предпочтений, от того, что больше любит в кавычках ваша кожа. Вы понимаете, что бы ни написал производитель на упаковке, я вас умоляю, если вы начинаете пользоваться такими средствами, то сразу же докупайте что-то для второго этапа демакияжа. Потому что мне кажется, что при помощи обычной воды невозможно избавиться на 100% от такой маслянистой текстуры. Если у вас есть другой опыт, если вы все делаете правильно и все равно такого плана средства забивают ваши поры, отпишитесь, пожалуйста, мне будет интересно почитать. Потому что по моим наблюдениям, то есть когда я все выполняю согласно инструкции, да, свои какие-то собственные гидрофильное масло, потом гельное умывание, все нормально. Если же я не пользуюсь гидрофильными маслами, вот тогда у меня точно высыпание, потому что обычного геля для демакияжа, там молочка, чего угодно, мицеллярной воды, мне лично недостаточно. Поэтому давайте, пожалуйста, обсудим эту тему внизу в комментариях. Следующая моя ошибка, с которой я борюсь на протяжении уже очень многих лет, это то, что я трогаю свое лицо и волосы. Если вы знаете, как перестать трогать волосы, расскажите мне, я с удовольствием воспользуюсь всеми вашими советами и хитростями. А вот с лицом, точнее с тем, чтобы его не трогать, мне помогает справляться хотя бы легкое тонирующее средство. Потому что когда я накрашена, я никогда не прикасаюсь к своему лицу. Для меня это как табу. И когда я сижу дома, когда я занята, когда наступает какое-то нервное напряжение, я поняла, что очень часто начинается вот это вот все. И если я что-то где-то нашла под пальцами, все. Это просто так не пройдет. То есть что-то там расковыриваю. И это очень сложно. И для того, чтобы уберечь свое лицо от шаловливых пальчиков, в те дни, когда я никуда не выхожу, иногда я наношу что-то легкое тонирующее. И где-то потом на подсознании это реально работает. Что у тебя есть макияж, значит не прикасайся. И таких легких тонирующих средств сейчас на самом деле есть очень много. Я также часто использую сияющую базу с SPF от Хеймиш. Как-то вот не знаю, это все в голове. И сейчас я пользуюсь вот таким кремом с легким-легким тоном. То есть он практически ничего не перекрывает. Но мне так нравится, как он выглядит на коже. Он дает дополнительное увлажнение. Я вам говорила, что у меня вот на протяжении нескольких недель был сложный период с кожей. Мы не могли договориться. Она как-то была более сухой. Вот это межсезоние, это всегда ужас. И я наношу увлажняющую сыворотку, увлажняющий крем. И потом еще вот это сверху. То есть практически не видно, что на лице есть макияж. То есть это прям много. Нужно его намазать. Мне не очень нравится форма выпуска. То есть что сюда нужно залезать кистью. Но мне прямо очень нравится такой эффект макияжа без макияжа. Ну и без прыщей получается. Оттенок у меня medium. Он довольно универсальный. И классная штука оказалась. С тех пор, как я начала серьезно краситься еще в подростковом возрасте, я постоянно пользуюсь щипцами для завивки ресниц. Тогда и взгляд какой-то более открытый. И вообще реснички красивее выглядят. Они у меня растут в разные стороны. И у них нет красивого изгиба. Поэтому для меня это must have. Но за много лет использования разных щипцов для завивки ресниц, я прошла через огонь и воду и медные трубы. Я прекрасно помню ситуацию, когда я накрасила ресницы, взяла щипцы за 10 гривен, вот, прижала и потом увидела, что мои ресницы остались на вот этой штуке. То есть я просто обрезала себе их. Если вы хотите что-то такое попробовать, всегда выбирайте качественно. Вот лучше один раз раскошелиться, чем один раз остаться без ресниц. Солнце светит прямо в глаз. Надеюсь, что вы меня все еще видите. Поверьте мне на слово. И я вас очень сильно прошу. Ну, прям очень. Никогда, никогда не завивайте уже накрашенные тушью ресницы. Вы же реально их очень сильно травмируете. И на ресницах при этом, при всем остается очень некрасивый залом. Поэтому не делайте этого. Очередная моя колоссальная бьюти ошибка, это неправильное нанесение крема под глаза. И я насмотрела, что нужно носить там безымянным пальцем, по специальным массажным линиям, чтобы там ничего не растягивать, что похлопывающими движениями. Но почему-то редко и мало говорят о том, что меньше значит больше в этом случае. Мне казалось, что чем больше я намажу, тем лучше будет эффект, тем больше будет увлажнение. На самом деле, все это работает с точностью до наоборот. Потому что чем больше я мазала под глаза, тем больше это попадало в сам глаз. Глаза раздражались. Утром я очень часто просыпалась с красными, как бы заплаканными глазами. И я не понимала, что же я делаю не так. Также есть кремы. Например, у Айзенберга, у того же есть крем, в котором в инструкции написано, что нельзя наносить на верхнее веко. Поэтому я вас призываю читать инструкцию. И что конкретно говорит производитель. Потому что есть кремы, которые могут вызывать припухлость век. То есть именно верхнего века, подвижного, куда вы там его намазываете. И не наносите крем под глаза слишком близко линии роста ресниц. Потому что, опять же, это может попадать в ваши глаза. И будет полная катастрофа. И также я заметила, что все маслянистые кремы под глаза, которые лично мне очень нравятся. Ну хорошо, не все, но многие часто вызывают у меня припухлость век. Поэтому я сейчас перешла на супер-таки увлажняющие кремы, которые содержат чуть меньше масел. Потому что как-то этой зимой мы не особо дружим. И если вы тоже видите, что утром просыпаетесь и глаза более запухшие, то попробуйте сначала по-другому наносить крем. То есть чуть дальше, да. И не сразу ложитесь спать с ним. Хотя бы за час старайтесь это делать. То же самое касается крема для лица. И потихоньку переходим к очередной ошибке. Это нанесение сыворотки и не запечатывание ее кремом. Многие девушки часто так делают. И я могу вас тоже понять, потому что бывают такие насыщенные сыворотки, которые сами по себе очень хорошо насыщают кожу. И потом кажется, что крем нам не нужен. Но опять же, производитель часто пишет о том, что поверх обязательно наносите крем. Очень часто бывает так, что сыворотка реально содержит какие-то ингредиенты, которые могут раздражать кожу. И поэтому поверх обязательно нужно наносить какой-то крем, чтобы ее немного, то есть нашу кожу немножко привести в баланс. И очень часто самые эффективные сыворотки наносят, скажем так, микротравмы на нашу кожу. Собственно, это делают кислоты, да. То есть они побуждают какие-то процессы на нашей коже. Но не забывайте о том, что большинство сывороток обязательно нужно перекрывать. То же самое касается гиалуроновой кислоты. Вы понимаете, недостаточно просто нанести гиалуроновой сыворотки на лицо. К примеру, Ларушпазе моя любимая, да, наносишь, она слегка липковатая. Но когда поверх еще наносишь крем, то сразу более комфортно все ощущается. Или бывают сыворотки с гиалуроновой кислотой, которые прям ощущаются чем-то таким сухим на коже. Попробуйте поверх, не попробуйте, а это нужно делать поверх, обязательно наносите крем. И еще раз повторю, особенно если это сыворотка с витамином С или сыворотка с кислотой, то наносите сначала ее, потом где-то через полчаса поверх крем обязательно. И после моего последнего видео о весенних мастхевах поступило очень много вопросов, когда же наносить крем с SPF. SPF не заменяет нам обычный крем. Но я также понимаю тех из вас, кто живет в очень жарком климате, и когда увлажняющая сыворотка, сначала тоник, потом увлажняющая сыворотка, дальше увлажняющий крем, SPF, если еще и поверх макияж, то кажется, что это просто все всплывет с нас. Что мы делаем в таком случае? Возможно, это не совсем правильно, то, что я сейчас скажу, но я пробовала на себе, и как бы все нормально, я не могу сказать, что моя кожа негативно отреагировала, особенно я такое практикую где-то на отдыхе. Я беру прям увлажняющую эссенцию, это может быть Миша или может быть увлажняющий тоник от Клэрс, и поверх этого я просто наношу свой увлажняющий SPF без крема. И когда реально жарко, я тоже не крашусь, поэтому макияж поверх не наносим. Если же у вас умеренно жаркий климат, то я советую взять нейтральный какой-нибудь легкий увлажняющий тоник, легкую эссенцию или легкий крем, и возможно, матирующий SPF, или же увлажняющий SPF, пропустите увлажняющую сыворотку. И тогда поверх тоже нормально нанесется макияж. Мне кажется, что такой какой-то здоровый подход к уходу, это вообще ключ к успеху, потому что если постоянно следовать правилу, что там увлажняющий тоник, потом увлажняющая эссенция, увлажняющая сыворотка, но я не говорю, что именно в такой последовательности, вообще вот этот весь слоеный пирог реально может некомфортно ощущаться на коже. Поэтому просто ориентируйтесь на то, как ваш самый большой орган реагирует на то, что вы с ним делаете. И последнее на сегодня, то, что я делала на протяжении многих-многих лет, когда у меня были высыпания, что я делала? Я брала свой корректор, тогда он был у меня в другой форме, и прям спонжем наносила на проблемные места. Таким образом, я забирала все бактерии, окунала их в средства, и потом, когда использовала в корректор, не знаю, не то чтобы на проблемные зоны, а просто хотелось там перекрыть красноту или под глаза, куда угодно, я наносила средства с микробами. Чудесно! Я уверена, что многие из вас это делают. И черт побери, это настолько неправильно, это настолько нелогично. Я прошу вас пользоваться кисточками или снимаете средства на руку, да, и потом отсюда набираем и замазываем проблемные места. Если вы делаете это кистью, то не забывайте потом обязательно ее дезинфицировать, мыть. Ёлки-палки с этим солнцем, я тут такую полезную информацию рассказываю, она заставляет меня отвлекаться. Так вот, не забывайте помыть кисточку перед очередным использованием. Даже если вы снова наносите корректор на те же прыщи, все равно кисть должна быть чистой. И еще поделюсь с вами лайфхаком. Спонж у меня немножко грязный, потому что я сегодня красилась и не успела его помыть. Это даже не бьюти-ошибка, это бьюти-подсказка, скорее для тех из вас, у кого проблемная кожа, у кого постоянные какие-то высыпания, проблемы с акне, и вы пользуетесь кисточками, пользуетесь спонжами, и как бы моете все, и кажется, что постоянно этого недостаточно. Есть вот такое жидкое серебро, я покупала его для себя и своего старшего сына, мы принимали его для иммунитета, но как-то редко говорят о том, что серебро, вот такое, обладает очень классными антибактериальными и заживляющими свойствами. Поэтому, что мы делаем? Переливаем вот эту вещь, она дорогая, но когда у тебя проблемы с кожей, ты уже не знаешь, чем спасаться, и кажется, что даже воздух провоцирует у тебя какие-то воспаления на лице, вы можете купить что-то подешевле в аптеке, просто это от этого бренда считается самым лучшим. Покупаем себе обычный, самый бюджетный флакончик с распылителем, переливаем туда это средство, хорошенько моем губку или кисточки, и перед использованием еще раз сбрызгиваем все небольшим количеством вот этого жидкого серебра, и тогда у вас, ваш макияж будет таким антибактериальным, скажем так, и лечащим кожу. Я не хотела снимать какой-то ролик со вставками, где я типа там стою у зеркала, себе что-то давлю, я хотела поделиться с вами какой-то информацией, которая реально может повлиять на вашу код, возможно, вы что-то делаете не так, так же, как делала я, и возможно, это станет какой-то подсказкой для вас. Если вам понравились мои советы, то не забудьте поставить пальчик вверх, я сниму еще, потому что я постоянно открываю что-то новое, что лучше так и не так. Вот, с удовольствием буду делиться с вами. Все, всех целую, обнимаю, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok